Девушки отдыхают В самом деле это была глоксиния, которую он увидел в абсолютной темноте, отличив по форме и цвету Но без света невозможно что-либо видеть во мраке Нужно было присутствие света, чтобы увидеть растение с той очевидностью, при которой узнана не только форма, но еще и цвет Откуда исходил этот свет? Он шел от самого растения, которое светилось Завязи, пылинки, пестики, лепестки, стебли, все казалось вполне освещенным Можно было даже заметить листья, хотя несколько темнее Все казалось словно слабо раскаленным Производительные органы были наиболее блестящи, потом стволы, наконец листья Ваш мотылек, ваша кошка, ваша птица все так же выделяются из темноты Известная часть этих животных станут светящими Вскоре сенситив вам объявит, что он видит вас самих Обратите его внимание на руки Сначала они будут иметь слабое сходство с серым дымом Потом они начнут походить на силуэт на слабо освещенном фоне Наконец пальцы окажутся имеющими собственный свет Он увидит у всякого пальца сияющее продолжение Которое иногда может казаться столь же большим, как и сам палец Когда первое изумление по отношению к оставшейся до сих пор неизвестной способности всех людей светиться пройдет И когда вы пожелаете направить внимание вашего сенситива на частности этого излучения Вы услышите, быть может, с новой неожиданностью, что цвета в различных частях тела не одинаковы Что правые руки излучают голубоватое пламя В то время как левые руки являются желто-красными И что вследствие этого первые кажутся более темными, чем вторая Что тоже различие существует для обеих ног Что даже вся правая сторона вашей фигуры и даже целого тела голубовато И более темно, чем левая Которая красновато-желтая и заметно кажется светлее другой Делая при подобных же условиях, то есть в темноте, наблюдения над магнитами Рейхенбах убедился, что с каждого конца магнитной плиты выделяется светящееся, пылающее, дымящее и искрящееся пламя Голубое у северного полюса и желто-красное у южного Если вы поставите магнит вертикально южным полюсом кверху То сенситив вам скажет, что пламя увеличивается Если магнит достаточной силы, то пламя подымается до потолка и образует там светящийся круг От одного, двух до трех футов в диаметре Настолько светлый, что сенситив, если он достаточно чувствителен, может вам описать подробности на потолке Но при этом Рейхенбах предупреждает, что темнота должна быть абсолютной А глаза сенситива следует подготовить несколькочасовым пребыванием в полнейшем мраке Иначе он ничего не увидит Вы проработаете бесполезно, и точность моих уверений подвергнется риску незаслуженного подозрения Во втором письме, где описывается первое наблюдение Рейхенбаха над излучением кристаллов Он рассказывает, что сенситив Анжелика Штурман Очень скоро по введению в совершенно темную комнату, где был помещен кусок прекрасного горного хрусталя Указало место его нахождения Она мне сказала, говорит ученый, что весь кристалл был насквозь проникнут нежным светом И что из его остроконечия подымалось голубое пламя Величное с руку, постепенно волнуясь, иногда искрясь в форме тюльпана И теряясь вверху в легком паре Когда я перевернул кристалл, она увидела над тупым концом влажный красно-желтый дым Некоторые опыты Рейхенбаха были повторены Дюрвилем, профессором в Парижском институте магнетизма и массажа И профессиональным магнетизером, который желая привлечь к ним внимание публики, написал даже об этом интересную книгу Лондонское общество психических исследований в свою очередь произвело ряд опытов, давших благоприятный для Рейхенбаха результат Во Франции проверкой опытов этого ученого при новой обстановке занялись Дераша, Шазарен и Декаль, Люн и многие другие серьезные ученые Все они пришли к тому заключению, что светящиеся волны, выделяемые человеком и другими животными и некоторыми телами, вполне реальны В особенности блестящим тому подтверждением явились снятые с них фотографии С тех пор стали очевидным, что человек обладает особой силой, которую они называют магнетическим флюидом, новейшими смиристы С животной теплотой и жесье, жизненным электричеством, патетен, нервной силой, баритей, психической силой, крукс и так далее Рейхенбах же назвал ее одом или биодом Происхождение этого слова он объясняет следующим образом Ва по санскритце означает дочь По латыни вада на старом языке севера вада значит я иду скоро, я бегу, я быстро теку А сюда водан в старогерманском языке означает идею вещества, которое все проникает Слово превращается в различных идиомах Вуда на дан один, где оно выражает силу, которая все проникает и которая в конце концов проявилась в лице германского божества Од представляет собой также выражение для динамида Который все проникает и пульсирует во всей природе с непрестанной силою Что же представляет собой этот од? Рейхенбах считает его занимающим середину между магнетизмом, электричеством и теплом Но его нельзя приравнивать ни к одному из этих трех Теория, опыты и наблюдения барона-ученого настолько интересны и остроумны Что трудно себе отказать в удовольствии остановить на них внимание читателя Даже несколько долей предполагавшегося по плану настоящей главы Но, к счастью или несчастью сказать, трудно эти опыты Настолько многочисленны и разнообразны Что по неволе приходится ограничиться только лишь очень немногими из них Бросающими некоторый свет на природу ода Большое в этом отношении внимание заслуживает наблюдение Рейхенбаха Над свойством разных спектральных лучей Им было замечено, что сенситив легко отличает предмет Находящийся в сфере влияния лучей Выделяемых северным липолисом магнита Положительным ли концом кристалла Правой ли стороной человеческого тела Вообще предмет, подвергавшийся действию голубых лучей От ему подобного, но находившегося под влиянием желтых и красных Составляющих принадлежность противоположного отрицательного полюса Такое же неуловимое для обыкновенных людей Различие в свойствах лучей солнечного спектра Но легко ощущаемое сенситивами Было констатировано Рейхенбахом при помощи разного рода опытов Оказалось, что если подвергнуть чувствительного субъекта влиянию одних только голубых лучей Полученных от разложения солнечного света Или выделенных положительным полюсом магниты и тому подобное То сенситив будет чувствовать в себе приятную свежесть Напротив, желто-красные лучи, обладающие теплым дыханием Производят в нем ощущение неприятное, тягостное, даже и опасное Если взяв два стакана с водой Один из них поместить в отраженном свете, рассеянном А другой в проходящем То есть один в тени, другой же на полном свету То сенситив тотчас же скажет, что вода отраженного света Свежая и немного кисловата Насыщенная же проходящим светом, слегка горьковата и тепла То же наблюдается, если кто-нибудь возьмет в обе руки по стакану с водой Сенситив тотчас же отличит подвергавшуюся влиянию положительного ода По ее свежему, приятному вкусу В то время как насыщенная отрицательным одом До того противно, что возбуждает через некоторое время даже рвоту Относительно наружных свойств ода Все сенситивы Рейхенбаха уверяют, что выделяемый телами биот Напоминает собой пламя Не только своей способностью светиться Но и другими свойствами Если, например, над магнитом поместить, положим в кастрюлю То одическое пламя обтекает ее подобно обыкновенному огню Достаточно дунуть, и пламя заколебится точно таким же образом, как и настоящее И так далее В 30-м письме, имеющем заглавие «Одифический дуализм» Рейхенбах говорит, что «Всюду, куда ни взглянешь, в природе встречается двойная оппозиция» Ее не лишенная земля, которой мы обитаем Этими словами ученый желает выразить мысль о всеобщей биполярности в природе «Одифическая полярность внешнего мира, говорит он в конце этого письма, установлена Что касается человека, то он делится по ширине на правую и левую симметричные половины Обладающие свойствами полюсов магнита Но наше тело обладает еще и другими одическими осями Которые, однако, уже не столь легко замечаются, как предыдущие А одна из них делит нас по длине на верхнюю и нижнюю половину Другая, проходя от одного бока к другому, разделяет наше дело в отношении полярности На передние и задние половины Наконец, мужчина и женщина находятся в одной полярной оппозиции друг к другу Наше отрывочное изложение «Воззрение Рейхенбаха» мы закончим описанием одного его опыта Взяв пустой железный шар такой величины, чтобы его можно было обнять руками Ученый повесил его в своей темной комнате на шелковом шнурке Через шар был пропущен железный стержень, обмотанный медной проволокой Который можно было соединить с аппаратом вольта, образованным по Шенесу и Юнгу И с сынкой из серебряных плит В момент, когда я обращал стержень в электромагнит, говорит Рейхенбах Мои сенситивы видели во мраке висящий шар с светящимся разными цветами Вся его поверхность горела светом небосклона Части шара около северного полюса были голубые Около северо-запада была зеленая На западе желтая Около юго-запада желто-красная К югу красно-зеленая Около юга-востока Красно-серая К востоку серая Около северо-востока Исполосованные красным С возвратом к голубому Легко видеть, что при помощи этого шара Я предполагал подражать земному глобусу С северным и южным полюсами Отражающими свойственные ему магнетические силы Которые в опыте представились в виде одического света В самом деле Замечается, что результаты Напоминают собой Северные и южные сияния На нашей планете Вероятно, читателю пришлось не раз Слышать о старом и далеко не решенном Споре натуралистов Относительно существования У многих животных И даже дикарей Так называемого чувства направления А одни считают его несуществующим Другие продолжают Признавать его реальность И нужно заметить Что те и другие имеют свои основания Спор этот, конечно, решить нелегко Но если читателю обратить внимание На указанное Давно подмеченное Рейхенбахом Соотношение полярности Нашего тела и земного шара То, быть может, известные факты Обыкновенно приписываемые Некоторым упомянутому шестому чувству Предстанут в несколько ином освещении Итак, по мнению Рейхенбаха Существование Ода не подлежит сомнению Если же его долгое время Не хотели признать То это объясняется его способностью Проникать в всякие субстанции Всякие пространства И не накопляться Не консолидироваться В ощутительной степени Не конденсировать Вот в общих чертах Те главнейшие данные С которыми мы считали Нужным познакомить читателей Прежде чем прийти К изложению новейших В том же направлении исследований Едва ли не самые важные Достигнутые в настоящее время Гарантии успеха дальнейших С той интересной области наблюдения Является возможность Экспериментирования Беспосредства весьма редко Встречающихся сенситивов Так как оказывается Что субъект загипнотизированный С соблюдением некоторых условий Может сослужить ту же службу Но в то время Как для сенситива Непрерывным условием наблюдения Описанных явлений Изучения человеческого тела Магнитов и тому подобное Является мрак Или в лучшем случае Полумрак Для гипнотика Это все не обязательно Он видит световые истечения Более или менее ясно В зависимости от Индивидуальной чувствительности Даже и при полном Дневном свете При этом замечено Что способность видеть Эти любопытные световые явления С наступлением Глубокого гипноза Прекращается И что у очень чувствительных Субъектов Действуя магнетически На какой-нибудь член И оставляя остальное тело В нормальном состоянии Можем произвести рапорт Только в этом члене В частности например В глазах Диораша Этюдом которого Между прочим пользуемся Для представления Современного состояния вопроса Об излучениях организмов Раппортом Называет Ту слабую степень гипноза Когда субъект может Различать упомянутые Световые явления И вообще Не теряя связи С внешним миром Что при этих условиях Известные субъекты Приобретают Временную Гиперестезию зрения Позволяющие Видеть при полном свете Занимающие нас Настоящую минуту истечения Один из таких Субъектов Альберт Над которым Экспериментировали Ли и Раша Обладая Высшей степенью Способности К временному Возбуждению Чувствительности Звительных органов Был вместе с тем По профессии Художник Таким образом Благодаря столь Счастливому Соединению Обоих способностей Явилось Возможность Заменить Не вполне Точное Описание Рисунков В красках Состояние Повышенной Чувствительности Зрения Которое Субъект Для этого От времени До времени Приводился Было Независимо От самих Заметим Достаточно Красноречивых Результатов Еще Констатировано Профессором Ли При помощи Офтальмоскопа Обнаружившего В основании Глаза Высшую Степень Сосудистого Эритизма Производя Наблюдения С помощью Альберта Ли Удалось Подметить Что Левая сторона Человеческого Тела Представляет Голубую Окраску Глаза Уши Ноздри Рот Выделяют Лучи Того же Света И эти Излучения Тем Интенсивнее Чем Сильнее Субъект Правая Сторона Выделяет Посредством Органов Чувств Красные Волны И их Интенсивность Варьирует В зависимости От Состояния Субъекта В этом Описании Читателя Прежде всего Поразит Весьма Существенно Несогласие Его С Выше Приведенными Наблюдениями Рейхенбаха Сенситивы Которого Указывали На голубую Окраску Правой А не Левой Стороны Но Оказывается Что Даже Один И Тоже Субъект В разное Время И В зависимости От Некоторых Условий Может Давать Относительно Этого Обстоятельства Различные Одно Лишь Постоянное Не подлежит Сомнению Это то Что Все Сенситивы Во всех Случаях Получают Световое Ощущение Существуют Однако И другие Условия Которые Зависят Уже Не от Индивидуальных Особенностей Сенситива А От Самого Объекта Наблюдений Так Замечено Что Полярность Левшей Обратная То есть Положительной Стороной У них Является Правая А не Левая Как у Большинства Обыкновенных Людей Кроме Того Как Впервые Показал Ли У истериков Мужчин И женщин Окраска Световых Волн Правой Стороны Становится Фиолетовою А в Случаях Они Менее Паралича Обуславливаемых Исчезновением Нервной Деятельности Светоносное Излучение Кожи Прерывается Черными Точками Читая И слушая Описания Делаемые Всевозможными Сенситивами Легко Заметить Несмотря На кажущиеся Значительные Их Различия Что Все Субъекты Говорят Об Излучениях Как О Пламени Которое Если Оно Выходит Из Всего Тела То Имеет Округленную Форму Если Истекает Из-за Конечности То Образуют Соответственные Удлинения Окраска Этих Удлиненных Излучений Сенситивом Представляются Весьма Различные Для обеих Половин Тела И симметричных Конечностей При этом Достойно Внимания Что Все Наблюдатели Указывают На двоякого Рода Излучаемость Если Мы Имеем Положим Дело С сильным Прямым Или Подковообразным Магнитом То В каком Бо Положении Горизонтальным Вертикальным Или Наклонным Он Не Находился Волны Отходят От его Оконечности В виде Их Продолжений Тоже Замечается И у Пальцев В других Телах Где Волны Слабее Они Имеют Вертикальное Направление Но В зависимости От степени Их Интенсивности Могут Быть И промежуточные Формы Что Что касается Длины Силы И окраски Волн То Собранные Об этом Данные Показали Здесь Ту же Зависимость От Индивидуальности Субъектов И степени Их Впечатлительности В то Время Как Один Гипнотик Вид Излучение Сильного Магнита Простирающимися До 20-30 Сантиметров Другой Определяет Их Длину В 4-5 Метров Интенсивность Волн Подлежит Таким же Колебаниям Относительно Окраски И излучения Хотя И существуют Значительные Разногласия Тем Не Менее Они Не Распространяются На все Цвета Спектра А На Одни Лишь Промежуточные Между Красным И Голубым Большинство Как уже Было Сказано Видит На одном Полисе Красные Волны На другом Голубые Причем Иногда Возникает Разногласия Относительно Взаимного Их Расположения Другие Субъекты Встречаются Однако Значительно Реже Видят Вместо Красных Желтые Или Иногда Зеленые Лучи А Вместо Голубых Фиолетовые Впрочем Не только Различные Субъекты Могут Давать Разные Показания Относительно Длины Интенсивности И окраски Волн Но Как уже Было Упомянуто Даже Одно И то Же Лицо Сообразно С состоянием И степени Гипноза Представляет Некоторые В этом Отношении Колебания Хотя И в Определенных Границах Естественно Что Подобного Рода Несогласия И колебания В описании Явлений Могут Внушать Некоторым Сомнения Относительно Его Объективности С Целью Рассечь Всякие В этом Отношении Сомнения Был Предпринят Целый Ряд Опытов Которые Велись По особой Специально Выработанной Программе И дали Результаты Уничтожившие Возможность Подозрений В субъективности Всех Описанных Явлений Излучения Все эти Исследования Описанных Световых Феноменов Были Производимы В самых Разнообразных Направлениях Кажется Все Какие Только Оказалось Возможен Применить Все Приборы Были При этом Употреблены В дело Спектроскоп Разного Рода Призмы Зеркала Линзы Фотометры Словом Целый Арсенал Оптических Инструментов Был Применен С целью Окончательного Констатирования Объективности Светоносных Излучений Однако Достойно Замечания Что Все Субъекты С которыми Приходилось Иметь Дело Дераша Льи И Другим Ученым Повторяя В большинстве Случаев Заявления Сенситивов Рейхенбаха Что Положительный Полис Магнитов Элементов Кристаллов И тому Подобное Светится Голубым Светом А Отрицательный Красным Отличает Кроме Того Желтый Свет Индукционной Бобины Но Как Неубедительны Были Эти Опыты Все До Тех Пор Пока Не Были Сняты Фотографии Явление Казалось Хотя И Несомненно Существующими Но Недостаточно Остязательными Теперь Многие Другие Ученые В особенности Во Франции Занимаясь Изучением Психов Диалогии И Главным Образом Специального Ее отдела Невропатологии Применяют К своим Исследованиям Фотографию Этот Новый Путь Дал Уже Блестящие Результаты Но От него Можно Ожидать Еще Гораздо Большего Теперь Позволим Себе Предложить Читателю Присмотреться К двум Предлагаемым Здесь Рисункам Первый Из них Представляет Снимых Поверхности Тела Женщины Совершенно Темной Комнате Читатель Читатель Видит Что Кожа Выделяет Светящие Лучи Неравномерно А местами Светлее Причем Эти Светлые Области Распределенные По всей Поверхности Тела Представляются Как Уверяются Светивы Чем-то Вроде Светящихся Точек Звездочек И Шариков На Другой Фотографии Еще Более Любопытные К тому же Снятые При Чрезвычайно Редких Условиях С рук Двух Влюбленных Друг в друга Субъектов Легко Видеть Стремление И излучение На обеих Руках К соединению При этом Не мешает Обратить Внимание На разницу В характере Радиации Мужской И женской Руки В то время Как У мужчины Лучи Исходят Из пальцев Равномерно И густо У женщин Они местами Почти отсутствуют Кроме того И сами Излучения Мужской Руки Гораздо Тоньше Нежнее У женщин Они Очень Грубы Конечно Из этого Нельзя делать Каких Нибудь Общих Выводов Так как Снимая С других Субъектов Или Может быть С тех же Самых Но при Других Условиях Можно Получить Иные Результаты Тем не менее При Слечении Значительного Количества Снимков Является Возможность Сделать Интересные Сопоставления И заключения Если Вы Теперь Обратите Внимание На Следующие Рисунки Представляющие С собой Снимки Излучения Отдельных Мест Человеческого Тела То В первом Из них Вы Заметите Вышеупомянутую Звездчатую Форму В остальных Составляющих Серию Снимков Излучение Одного И того Шейного Нервного Узла 22-летней Истеричной Девушки Вас Поразит Большое Их Нисходство Между Собою Смотревшись Однако Внимательнее Видно Что До начала Лечения Излучение Представляет Нечто Неопределенное Расплывчатое Неправильной Формы Далее По мере Лечения Беспорядочность Теряется И постепенно Устанавливается Правильное Густое Излучение Характеризующее Здоровое Состояние Организма Конечно Если бы мы Могли Представить Здесь Все Последовательные Снимки Излучений Данного Нервного Узла То Это было Еще Нагляднее Но Надеемся И помещенных Будет Достаточно Для составления Некоторого Понятия О форме Радиации Человеческого Тела В здоровом И патологическом Состоянии После Всего Только что Сказанного И внимательного Рассмотрения Рисунков Читатель Найдет Вероятно Вполне Естественное Предположение Что Быть может Существование Несомненной Аналогии Между Электрическими Разрядами И излучениями Человеческого Тела Указывает На общность Причины Этих Явлений Или Другими Словами Нет Ничего Невозможного Предположить Что Причиной Радиации Организмов Является Их Собственное Электричество Животный Магнетизм Нематериальный Способ Лечения Больных Более Трех Десятков Веков Тому Назад В египетских Храмах Посвященных Богам Тоту Или Хунсу И Им Хатепу Как это Можно еще Видеть На рисунках Сохранившихся В Карнакском Храме Фивах Или В доме Сета В Некрополе Мемфиса А также На основании Дошедших До нас Папирусов Можно Убедиться Что Египетские Жрецы В целях Исцеления Обращавшихся К ним Больных Пользовались Ларго Ману Пастами И Усыплением Оттуда Этот метод Перешел И Грекам И Сведения Об этом Имеется Даже У Гомера И Должно Полагать Пользовался Большим Больных Не прекращался Во все Течение Длинного Ряда Веков И История Нам Сохранила Имена Многих Лиц Обладавших Дивным Даром Исцелять Болящих Одним Возложением Своих Рук Рук Само Разумеется Что Эти Возложения Рук На Больных Некоторыми Болезнями Преимущественно Если Не Исключительно Даже Нервного Происхождения Не Имеют Ничего Общего С чудесным Исцелением Больных Людьми Святыми В этом Последнем Случае Безусловно Всякие Болезни Проходили Бесследно Это Уже Одно Не говоря О молитве И призывании Помощи Божьей Говорит За то Что Исцеление Святыми Через Возложение Рук Не Есть Действие Животного Магнетизма Но Благодатная Сила Божия Но Лечение Нервных Болезней При помощи Животного Магнетизма Указывает Несомненно На Высшие Свойства Человеческой Природы Вышедшие Из рук Творца Весьма Богато Одаренный Если Бы Не Грех То Природа Человека Была Без Сомнений Еще Чудеснее В своих Проявлениях Дьяченко Таким Например Были Симон Маг Веспасиан Было Даже Целое Племя В Малой Азии Пользовавшееся Славой Таких Целителей Последние Некоторым Образом Напоминают Наших Цыган Которые Впрочем Имеют Славу Пользующихся Дурным Глазом В мрачные Суеверные Средние Века Лица Обладавшие Таким Даром Считались Чародеями И подвергались Так Академия Неофициально Будет 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 Действительно Возможность Нематериального Воздействия Одного Человека На Другого Или Весь Результат Известных Бесспорных Исцелений Происходит Лишь От Психического Настроения Самого Больного Огромное Большинство Допускающих Возможность Такого Воздействия Вообще Признают Только Одно Последнее Предположение И только Очень Немного Врачей Еще Колеблется И Нерешительно Высказывается За возможность И первого Допущения Последние Могут Найти Опор Для своих Убеждений В открытии Наших Дней Обнародованных Между прочим Доктором Погорельским В области Фотографии Так как По его Голубому Убеждению Глубокому Разработана Им Электрическая Фосфоресцензия И Энергография Составляют Две Стороны Одной И той Медали Они Друг Друга Восполняют Как Опыт И теория И Обе Вместе Ставят Вопрос О существовании В человеческом Организме Особой Нематериальной Силы Названы Может строго Отличать Друг от друга В одних случаях Весь центр Тяжести Взаимного Воздействия Действительно Лежит В самом Объекте Экспериментов Это будут Случаи Чистого Гипноза Правильные Сугестия Где Все Зависит От Субъективной Способности Человека К Восприятию Внушения И Дело Может Дойти До Степени Самовнушения Но Таких Субъектов Вообще Говоря Не так Уж Много На Белом Свете В преобладающем Большинстве Случаев Дело Наоборот Всецело И исключительно Зависит От Нематериального Воздействия Личности Самого Оператора И Это Воздействие Достигается Только Пассами Взглядом Очарование Звуком Пением Давить На Саула Словом Тоном И даже Что Впрочем Бывает Очень редко Особым Напряжением Мысли И Воли Сам Объект Экспериментов И его Личность Играет В этом Процессе Совершенно Второстепенную Пассивную Роль И Можно Выставить За Правило Что На Свете Нет Такого Субъекта Для Которого Не Нашелся Б Другой Человек Способно На Него Воздействовать И Подчинить Своей Воле Это Достигается Непосредственным Воздействием Истекающий Из Оператора Магнетизера Находящийся В нем Части Физиологической Полярной Энергии Которая Переходя На данного Человека Сенситива И вызывает В нем Соответствующие Эффекты Все тела Природы И все Виды Материи Обладают Известным Количеством Физиологической Энергии Которая Они Вечно Эманируют Из Себя Точно Так же Все Известные Нам Физические Силы Как Гравитация Электричество Тепло Свет Химизм Могут Служить И Источником Генератором Этой Энергии Возбудителем Стимулятором Для проявления Ее Из Тех Тел В Коих Она Уже Имеется Такая Универсальность Этой Энергии Может Быть Сравнима Лишь С Невесомым Мировым Эфиром Если Только Она Не Есть Одно Из Свойств Последнего Во Всяком Случай Пока Эфир Остается Еще Гипотезой Физиологическая Энергия Должна Уже Быть Признана Реально Существующим Агентом Сама Энергия Эта Есть Род Волнообразного Движения Лучи Коева Обладают Всеми Атрибутами Такого Рода Движения Но В то же Самое Время Эта Энергия Совершенно Точно И Определенно Отличается От Известных Уже Нам Родов Физической Энергии Главнейшая Отличительная Особенность Этой Энергии Ее Полярность То есть Что при Известных Вполне Определенных Условиях Она Неизменно Дает Тот Или Деаметрально Противоположный Эффект Таким Обратом Организм Энергия Реагирует Приятным Или Неприятным Образом Способна Вызывать Возбуждение Или Успокоение Притягивает К источнику Энергии Или Отталкивает От него И так Далее Организм